Доброго времени суток YouTube, уважаемая комьюнити нашего канала. И мы сейчас с вами находимся на странице нашего сайта ООНПЦ ЭКМЕ. lpfo.pro сайт называется, на странице для юридических лиц. Сейчас у нас очень сложная ситуация в стране. Появился новый приказ Минздрава Российской Федерации 749. Существует административный регламент Ростехнадзора 623. Соответственно, в рамках этих приказов административных регламентов живет и действует вся Россия. Медицина прежде всего. Надо сказать, что медики не выполняют своих обязательств. Я сталкиваюсь с этим уже не один раз. Второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Медики сами не знают своих приказов. Не хотят работать в рамках 749-го Н. приказа. Говорит, мы ему не подчиняемся. Хотя этот приказ разработан в недрах Минздрава Российской Федерации. Подписан премьером-министром Мишустиным. Одним из ведущих политических лидеров и деятелей в Российской Федерации. А медики говорят, а мы ему не подчиняемся. Мы эти приказы не исполняем. Нарушают закон. Закон у нас понятное, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Тем не менее, медиков поставили в такие условия, которые выполнить они не могут. Сам по себе приказ дурной, идиотский, 749-й. Он вообще не соответствует реальной действительности и возможностям обычных людей. Медиков прежде всего. Но не об этом сейчас речь. В рамках этой юридической деятельности вынуждены мы тоже перестраивать свою работу. Соответственно, на данный момент, на момент апреля 2021 года мы предлагаем медицинским организациям или же предприятиям приобрести у нас требуемые этим приказом 4 психологических методики, а именно методику ММПИ, Миннесотский многоаспектный личностный опросник, методику ПЗМР, простая зрительно-моторная реакция, методику СЗМР, сложную зрительно-моторную реакцию, методику РДО, реакцию на движущийся объект. Эти четыре методики определены приказом 749-Н как обязательные к исполнению, обязательные к проведению в рамках проводимых любой медицинской организацией методосмотров для выдачи разрешения и лицензирования в Ростехнадзоре в рамках административного регламента 623. Таким образом, медики могут приобрести у нас это программное обеспечение и использовать его наряду с проведением консультаций по медосмотрам у терапевта, офтальмолога, хирурга, невролога и других узких специалистов. Приказ 749-Н обязует медикам, медицинским организациям, занимающихся медосмотрами, проводить и психофизиологические обследования по указанным мною четырем методикам. Общая стоимость этих методик составляет 450 тысяч рублей. Это если они поставляются нами в неком комплексе в единой оболочке. Кроме того, каждая методика по отдельности может также использоваться. Это несколько усложняет процедуру поведения ПФО при наличии большого количества обследуемых лиц. Трудно будет медикам, но тем не менее возможно проводить каждую методику по отдельности. Там просто надо будет каждый раз по каждой методике заполнять персональные данные обследуемого лица. Кроме досмотра. То есть снова писать Иванов Иван Иванович в ММПИ и снова Иванов Иван Иванович в ПЗМР, Иванов Иван Иванович в СЗМР, Иванов Иван Иванович в РДО. В случае если используется оболочка, заполняется персональная информация, она хотя и небольшая, но тем не менее она заполняется лишь единожды, один раз. Можно приобрести без оболочки, стоимость в этом случае будет составлять 360 тысяч рублей за это программное обеспечение, нами разработанное, нами лицензированное официально. И соответственно можно приобрести ее с оболочкой для удобства работы специалистов, психофизиологов на вашем предприятии, вернее в той медицинской организации, которая обслуживает то или иное предприятие в рамках медосмотров. Соответственно можно это все осуществить благодаря услуге. Не очень хороший вариант, но тем не менее. Он заключается в том, что каждый работник должен пройти это обследование по четырем методикам. Собственно мы можем такую услугу провести дистанционно. Наше программное обеспечение это позволяет делать. Соответственно дистанционно каждый работник может пройти обследование по методике ММПИ, СЗМР, СЗМР, РДО. Мы эти результаты обработаем определенным хитрым способом. И в ответ письменно отправим это все на предприятие, с кем мы заключаем договор. Или же медицинской организации напрямую, с кем у предприятия заключен этот самый договор на медицинское обслуживание в рамках медосмотров. Вот такая интересная ситуация. Кроме того, надо сказать, что хотя и существует 749 приказ Минздрава Российской Федерации, действует, продолжает действовать и приказ 34С того же Минздрава, по которому мы работали до дневнавания прошлого, до выхода приказа 749. В этом случае, если отделение Ростехнадзора готово продолжать работать по тем же самым критериям оценки человеческого фактора, его здоровья, благополучия, медицинским показаниям и так далее, мы можем заключить договор на полноценное обследование с оформлением уже справки по приказу 34С. Еще раз повторюсь, такое двоевластие сложилось, что одновременно действует и приказ Минздрава 34С и, соответственно, новый приказ 749Н. Они в равной степени являются действующими. Что вам лучше, как лучше решать, уважаемые коллеги, вам, предприятиям. Соответственно, также это можно порешать и в среде медиков, то есть медицинских организаций, которые никогда, поверьте мне, ранее не сталкивались ни с методикой ММПИ, ни с методикой ПЗМР, СЗМР, РДО. Они с ними не сталкивались. В лучшем случае, о них когда-либо слышали врачи-психиатры, но это маловероятно. Не очень у нас много врачей-психиатров продвинутых. Уж тем более врачи-психиатры 100% никогда не сталкивались и не слышали. ММПИ еще куда не шло, в общем-то, на слуху ее достаточно старый тест, старый опросник, методика очень хорошая, проверенная. Но современная, новомодная и отлично вся зарекомендовавшая методики ПЗМР, не методики, даже опробы, ПЗМР-проба, СЗМР-проба, РДО-проба. С ними ни один психиатр слыхом не слыхивал об этих методиках и не знает, как с ними работать. В лучшем случае их знают клинические, медицинские психологи, если не следят за ситуацией вообще психологии, в области психологии. Ну или же квалифицированные психофизиологи, специальным образом обученные в каких-либо учебных заведениях, институтах, медицинских академиях и так далее. Одним словом, можно получить это все, приобретя это программное обеспечение, раз уж такие мы поставлены условия по приказу 749. А можно получить это все за меньшую сумму, за меньшие деньги по услуге, так называемой, то есть дистанционно, через интернет, без отрыва работника от производства. Занимает это обследование порядка часа, часа 20 и соответственно получить эти результаты от нас, от научно-прикладного центра АКМЭ. Собственно, далее на этой странице приведены те нормативные документы, в рамках которых вообще существует лаборатория психологического обеспечения и вообще психофизиология в нашей стране. Существуют основополагающие законы, подзаконные акты, приказы, постановления и так далее. Для нас, конечно, определяющим является неотмененный и действующий приказ 532, дающий жизнь вообще в Российской Федерации, дающий жизнь лабораториям психофизиологического обеспечения. Лаборатории психофизиологического обеспечения, уважаемые коллеги, как от предприятий, так и от медиков, прошу понять одно. Существует на данный момент 32 лаборатории психофизиологического обеспечения по Российской Федерации. Как правило, это при атомных станциях они существуют, 10 атомных станций в Российской Федерации. При ряде незначительном количестве других каких-то предприятий, добывающих атомных, перерабатывающих и так далее и тому подобные вещи. При некоторых предприятиях эксплуатанты, нефтегазовое предприятие, которое эксплуатирует приборы, содержащие в себе источники ионизирующие излучения. Соответственно, уважаемые коллеги, вы должны сами для себя решить, что вам удобнее. Прошли ли вы обследование дистанционно или же вы получили это программное обеспечение и сами организовали у себя лабораторию психофизиологического обеспечения. Должным образом ее аттестовали в городе Обнинске, как это требуется по 532 приказу. Вернусь к нему. Логично. То есть существует 532 приказ, мы по нему работаем, существуем. Надо сказать, что такого программного обеспечения в Российской Федерации, которое предлагаем мы, в России более нет. Существуют различные фирмы и фирмочки, о которых я даже боюсь говорить, кто они такие, что они такие, чем они занимаются и вообще откуда вы взялись. Которые якобы предлагают обследование по этим методикам. Существует, допустим, питерская фирма какая-то там при какой-то клинической больнице, которые предполагают, что они будут проводить такие дистанционные обследования, не опираясь ни на что и никак, ни на 749, ни на какой-либо другой приказ. Они это думают проводить по скайпу, по вайберу, по ватсапу, как угодно. Господа, коллеги, надо понимать, что это бред собачий. В Питере, да, существует такая клиника и они скопипастили у нас полностью сайт и весь наш текст, копипастят его постоянно и оказывают якобы такие услуги. У них нет этих методик, которые требуются приказом 749Н. Но, тем не менее, они рассчитывают что-то. Они там поговорили по скайпу с человеком и, соответственно, оформили эту справку. Обследования проводятся очно в медицинских организациях. Помимо этих методик должны быть померены давление, вариабельность сердечного ритма, проведены ряд других исследований и уже тогда оформлена справка по приказу 749Н в рамках медицинской организации. Господа из Санкт-Петербурга, как вы собираетесь проводить вариабельность сердечного ритма по скайпу? Если вы мне ответите на этот вопрос, тогда я признаю себя полным улухом и китайским мандарином. Вернусь еще раз к приказам. Господа, вы можете скопировать эти приказы, все постановления, ознакомиться с ними. Они все, буквально все есть в Консультант Плюс, информационно-правовой системе Консультант Плюс. Почитать, что такое 749, что такое 623, административный регламент Росслабного Звора. Что такое приказ Минздрава 34С, формы справки по приказу 34С, формы справки по приказу 749 и N из 749Н. И, соответственно, понять, что вам надо. Здесь вся нормативка приведена на странице. Еще раз повторюсь, страница номер 2 юридическим лицам на нашем сайте lpfo.pro. Подумайте над всем этим, решите, что для вас будет выгодно. Я очень надеюсь, что появятся какие-то разъяснения, пояснения администрала Российской Федерации, который разъяснит, как выполнять 749. Выполнить его невозможно. Если только так, как это у нас в песенке придется Потапа и Настя, где мы не можем пройти, мы проползем там бочком. То, о чем я сейчас говорю, это некий абсурд, творящийся в нашем законодательстве, административных каких-то учреждениях, нормативных документах в Российской Федерации. Этот самый 749 приказ, он абсолютно написан профанами, он абсолютно не соответствует реальной действительности. И выполнить его в том виде, в котором он предписывает это выполнять, психологические обследования в рамках медосмотров предприятий, работников предприятий потенциально опасных производств, невозможно. Поэтому, возможно, здравый смысл возобладает. Может быть, не сразу, но через некоторое время. Приказ будет или отменен, или существенным образом уточнен. Потому что иначе это абсолютный абсурд. Простите меня за тавтологию, абсолютный абсурд. Абсурдный абсурд. Соответственно, если у вас будут какие-то вопросы, мне постоянно звонят. Не один десяток звонков. Я каждому из звонящих отвечаю подобным образом. Ссылаюсь на наши страницы на нашем сайте. Ссылаюсь на эти нормативные организационные документы. Рассказываю подробно все это рассказываю, объясняю. Люди, читайте документы, читайте приказы и решайте сами, что вам выгоднее. Приобрести ли это программное обеспечение, получить ли это услуга или решать и думать вам. Тут очень много еще других камней, гульдогов под ковром. Поэтому ситуация очень сложная. Ростехнадзор злобствует, накладывает огромные миллионные штрафы. Я этой реальной ситуации рассказываю. Штраф за невыполнение 749. От 4, 5, 6 миллионов Ростехнадзор не задумываясь. У них есть 623-й административный регламент. Они его выполняют. Честь им и хвала. Вообще Ростехнадзор молодец в этом плане. Медики подводят несколько, выпускают абсурдные документы, приказы. Но тем не менее, Ростехнадзор, выполняя свою функцию, они живут за счет этого. Ростехнадзор, будем прямо говорить. Они живут за счет этого, получают зарплаты, деньги зарабатывают. Ростехнадзору тоже нужно зарабатывать деньги. Показывать свою нужность, важность и значимость. Поэтому готовьтесь к миллионным штрафам, уважаемые господа предприятий и организации, которые связаны с источниками низирующего излучения. Теребите своих медиков, потому что медики сами не знают и не читают своих документов на местах, я имею в виду. Есть 749-й, вышел он в августе 2020 года. А медики не сном и духом и говорят, мы не работаем по этим приказам. Как не работаете? Мишустин подписал закон, приказ Минздрава Российской Федерации подписал. А вы не работаете. Как так? Вы правонарушители? Вы преступники? Вы законы нарушаете, уважаемые медики? Нет, конечно. Вы поставлены в такие же условия, как и те предприятия, которые к вам обращаются. Хорошо это или плохо? В каком-то смысле хорошо, какая-то ясность и прозрачность появляются. А то, что вы делаете и вы даете черти-чо, какие-то справки там выписываете. Извините меня, как психофизиология, это не психиатрия с разными задачами, целями, методами исследования. Так и, собственно, медицинские осмотры, это не психофизиология. Мы не осмотрами психофизиологи занимаются, а обследованиями. У нас другие методы, цели и задачи, нежели у психиатра, у того же. Совершенно разные, различные виды деятельности человека и обследований, результатов обследования. На этом все. Будете с затруднений, не стесняйтесь, коллеги, звоните, поясню, что могу, передам, что могу, любые документы. Вы и сами их можете скачать и, соответственно, понять, что вам требуется, чего вы хотите. Цели и полагания, это главное, что я хочу. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам. Продолжение следует...